Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам расскажем про контуры и маркеры для стекла и керамики, а также для ткани. Вот они здесь представлены. В наше время очень большое предложение контуров и маркеров. Чем же они сходны и отличаются? Все контуры, которые предлагаются, они тоже делятся на запекаемые и незапекаемые, можно использовать абсолютно все для различных видов творчества. Таких, как точечная роспись, декоративная роспись, роспись витражная, а также декупаж и скраббукинг. Все эти контуры, они бывают в основном таких вот цветов золотистых, свинцовых, серебристых, белых. В запекаемых также есть полупрозрачные, красивые такие цвета и оттенки. Контуры имеют тоненький носик. Вот такой вот. И очень легко из которого наносить их. Наносятся они очень просто, хотя нужно немножко потренироваться и набить руку. От края до края. Желательно наносить без пропусков, чтобы не получались вот такие вот моменты, когда красочка перетекает на другую. Если вы занимаетесь витражной росписью. Точно так же контуры используются в керамике. Вот для разделения краски с краской. Все эти контуры, они очень хорошо держатся после полного высыхания. Полное высыхание в районе 12 часов, поверхностное полчаса. Те, которые запекаемые, после запекания держатся еще лучше. И можно предметы такие использовать в быту. Мыть их спокойно, пить из них. Ничего не произойдет. Но так же, если не запечь, он будет абсолютно спокойно служить вам в декоративных композициях. Вот таких вот. Бывает так же контур для ткани. Он, в принципе, несет такую же функциональную нагрузку, как и контуры для декоративных композиций в росписи. Он разделяет краску от краски. Или же повторяет какие-то красивые узоры. Пару слов еще о маркерах. Это самый простой способ нарисовать. То есть, это простые фломастеры. Но вот так же для витража и керамики, которые тоже можно с помощью них расписать. Или же тарелочки, или чашечки. Те, кто даже не умеет пользоваться контуром, маркер будет отличным подспорьем. Они очень яркие, красочные. И простые в использовании. Имеют тоненький носик. И так же после высыхания полного они запекаются. При температуре 150 градусов и 20 минут. Есть так же маркер для ткани, с помощью которого вы сможете превратить вашу, уже, может быть, надоевшую вам футболку или новую. Настоящее произведение искусства, которое будет только у вас. Они точно так же потом термообрабатываются. И вы можете эту вещь стирать, носить в радость. Вот так вот творите. А мы будем вам в этом помогать.